На оккупированной фашистами территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. Но белорусский народ не склонил голову перед врагом и выстоял, пройдя через мучительные испытания. С каждым годом героические и трагические события становятся все дальше, поэтому так важно не только сохранить память о них, но и передать молодому поколению. Сегодня, когда искажается память о Великой Отечественной войне, когда разрушаются памятники, очень важно донести нынешним и будущим поколениям ту историческую правду, ту трагическую, ту трагедию, наверное, всего преступления фашизма. Наш конкурс, который сегодня мы подводим итоги, был инициирован прокуратурой района совместно, конечно, с местным исполнительным комитетом, с учреждениями образования. Конкурс патриотической направленности именно сохранения памяти о Великой Отечественной войне, донесение информации о геноциде белорусского народа, который назывался «Память на века». Генеральной прокуратурой в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период проводится широкая масштабная работа по информированию населения о тех событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Конечно, очень важно, чтобы данную работу и данную информацию получали наши дети. Видно, что все-таки мы не прогадали, непосредственно выбрав данный формат нашего мероприятия, потому что видно, как дети занимаются и пользуются компьютерной техникой, видно, как они подошли непосредственно к изучению того материала, который они хотели передать. В конце прошлого года ребята из школы Жабенковского района представили свои буктрейлеры – видеоролики на выбранное произведение о событиях Великой Отечественной войны в специально созданную комиссию. По итогам ее работы были определены победители, которых в этот день наградили в торжественной обстановке. Тема войны и геноцида белорусского народа является актуальной и по сей день. Наша команда с интересом включилась в работу по созданию буктрейлера. Сначала это был рассказ Янки Брыля «Момент о море», потом была книга «Геноцид белорусского народа». Мы, молодое поколение Белоруссии, должны знать всю правду об ужасах войны. Также мы должны чтить и помнить память всех людей, которые дали нам возможность жить в мирной стране, под мирным небом. Они ценой своей жизни дали нам эту возможность. Определить победителей было сложно, так как все работы были выполнены проникновенно и творчески, а порой даже профессионально. Символом злочинства у Гитлера ЛЦУ на белорусской земле стала вёска Хатынь, спаленная в 1943 году. Разом с усими же Харами 149 человек. Выжили только 6. Один дорослый и пятеро детей. Всего в районном конкурсе приняли участие 11 педагогов и 14 учащихся из 8 учреждений образования. Это и другие мероприятия, тематические выставки, конкурсы и проекты, проводимые в молодёжной среде, несомненно важны, ведь они направлены на гражданско-патриотическое воспитание учащихся и помогают новому поколению узнать истории Беларуси и правду о прошлом. Мы неоднократно встречались с представителями Жабинковского райисполкома, с районной прокуратуры, принимали участие в диалоговых площадках, занятиях школы активного гражданина. В Год мира и созидания мы также хотим далее активно принимать участие в подобных мероприятиях, чтобы увековечить память защитников Отечества, ухода за воинскими захоронениями и помощь ветеранов Великой Отечественной войны. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.